приветствую вас геймер меня зовут дмитрий мы сегодня начнем свое прохождение новое прохождение его понесо из 4 за они скажу пока за что давайте пока щелкнем на одиночку так скажу вначале что я много очень много думал за кого бы сыграть в этот раз и конечно не очень хотелось бы мне играть в европе я в европе уже очень много партий разыграл некоторые из них снял засечь засечет им без айрона было надо вас включить за кого за австрию за собой и еще для себя играл за кого-то за кого-то в старых версиях не помню даже за кого такого за минор всяких так в африке я бы тоже не хотел бы пока играть потому что еще с партий за салою мне как-то не хочется еще здесь тусить но следующий раз может быть подумал так все на южной америке не знаю я пока еще не готов для того к тому чтобы отбиваться от насущных колонизаторов поэтому тут тоже наверно подождем пока не будем ничего делать в океане пока не знаю тоже как-то не хочется океаней гонять хотя бы у ней довольно интересная нация говорят там и винты у них какие то есть но тоже нет так что как вы наверно уже догадались играть буду азиатами какими азиатами сейчас вы поймете а вот какими я буду играть державой камп почему спросите вы а все очень просто камп это одна из по моему двух наций которые которыми можно создать тибет то есть за тибет мы с вами играть то и будем и создадим его прям в этом эпизоде таки дела почему я выбрал тибет я подумал что довольно интересно будет играть за тократию вообще изначально будет что-то такое вот племенная федерация но затем затем появится ивент на тократию я проверял немножко прогнал угол перед тем как снять и это даст мне дополнительный интерес потому что за тократию я еще никогда не играл вот ну что давайте начнем так айрон поставили к выбрали все вроде выбрали начало игры так я локально буду сохраняться потому что у меня с интернетом надо проблему случается стим клуб лучше не другой давайте начинаю айрон мэн так чё ты такой тупящий ну естественно меня заклюют за то что я буду играть на физической карте поэтому сразу сменю режим так что я вам скажу первоначальный мой совет ничего не предпринимать вот с этими кита юзами ничего потому что они по любом удобном варианте захотят вас не гасить слава тебе господи не гасить но вас салить попытаются несколько раз обязательно будут и деньги нам присылать помните как я завстрел каждого кого завасали хотел гарантирую независимость вот и деньги кидал вот тут то же самое может случиться поэтому надо дружить вот с этими чуваками с ними сразу отношения улучшать начну кроме того они также какими буддисты это тоже поможет ну и давайте дружить с хайси у хайси там какие-то чуваки по моему в унии впадут потом поэтому я думаю самым умным будет как раз хайси и подружиться но с другой стороны хотя давайте наверно подождем немножко насчет хайси потому что сначала нам надо тибетскую нацию сделать чтобы нам сделать тибетскую нацию надо будет первое сверх расширение так сказать сделать ну или не совсем сверх расширения просто отжать столицу нашего ближайшего противника под названием у цанг так а нас лимит армии шесть чуваков кого там давайте копиеносцев сделал одних конных лучников одни задание защитить культуру повысить престиж украшения он создать тибетскую нацию альформирует государство предлагают мне но это все потом пока что мы сделаем да с публикуем претензию на право на принца ухаса а а ухаса то нельзя претензии сделать это столичка же в том случае надо будет ее захавать да будет штраф ко мнению но это первый последний раз когда мы будем по крупному хавать давайте а да не енче пока претензию сделаем ну погнали а вот еще вот это вот вот в ну плюс мне поиграть ну на первых порах помощь нам пригодится поэтому я думаю согласимся да и к тому же они буддисты может быть может быть в будущем их за вассали ок окей уби но в шестого правления давайте однинку возьмем династический баг предлагает мне сарегиегор уайт чё устарше я не думал колонить можно импорт железо мин обо мне будет хорошо думать ну и 40 военных очков военные очки на первых порах будут очень нужными вот видите кстати вот что мин обо мне уже думает думает он на меня на пазе в будущем без разницы так что с мином надо будет очень осторожно быть и главный ключ к тому чтобы мин загасить это союзы с уйратами и вот с этими чуваками с одним из этих чуваков обычно они вассалятся очень нехило поэтому ну в смысле хайси вассалит вот вот эту всю сани которая тут поэтому для мина уйраты и вот этот вот союз крутой такой очень опасен будет поэтому сейчас мы претензию сфабрикуем и быстренько начнем дружить с хайси вон видите мин уже предупреждать не воевать с другими державами а поэтому у нас некоторое время будет претензия гореть видят лет десять мы не можем атаковать никого это и хорошо прямо сейчас надо бы покачаться подождать на у цанг кстати тоже кто-нибудь нападет сейчас обязательно поэтому надо ко всему готовиться но у хасу мы отожмем это точно все сейчас претензия готова на у цанг сколько у меня там предупреждение действует еще разочек скажите-ка пожалуйста а на двадцать лет а ну нормально в принципе нормально в шестьдесят пятом году и я объявим войну так у эроты у эроты у эроты они практически согласны на военный союз что у меня с деньгами заходить минус двадцать копей ну давайте держание армии пока уберем в принципе не нужно сейчас а у меня еще дипломат же принимается надо надо тут все быстренько провернуть все с эротами почти договорились хайси ну че корчи воюет с ежиним ежинь воюет с корчином ежинь воюет с корчином так в принципе лучше всего обо мне пока думает корчин поэтому давайте с ними пока отношение улучшим максимальное отношение лучше мы и союзы сделаем там по максимуму связей три или четыре как раз нормально да три связи враги у меня у цанг и моньян которые кстати разожраться может нехило поэтому надо бы и с ними будет разобраться потом у них военный союз такой интересный поэтому пока с этой не подружимся на моньян лучше не нападать так у эгот и пока 50 на 50 думаю все согласны ну ка воин союз ойра там кидаю отлично ойра ты мне и брак заключить предлагают отлично тоже ойра корчин ойра корчин ойра пока долго будет думать и ладно гулистан геркент всякая хрень тут пока пока ребятки всякая хрень хотя пока армию купим еще сразу вот не а все смотрите маньян пойдет да и ладак пойдет менее ста процентов все ясно ми мину похер он не захочет идти да воевать ну а надо пока улучшить отношения с эротами и с этими чуваками и тогда мы в принципе все сможем сделать как получится как положено так а у маньяна вот главная уцанка тут ладак это что за хрень такая а это смотрите двухпровенчатые какие то чуваки тут увидите у гуги одна тысяча целая поэтому давайте пока подождем а слушайте из поэротов можно пока убрать дипломата я думаю самым умным решением будет улучшение отношений с региогом чтобы они при любом варианте всегда со мной дружили так уже на автономии или третья двинку и одни маньян объявил войну манипуру и теперь в принципе так манипур это где а минор такой у наследник трона нехилый такой кстати ну все маньянул я так понимаю будет похер мы нападем ну-ка нам пару сек можно не маньян 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 захочет воевать да ну ладно нападем тогда обратно среди гор пока я согласна передавать плюсы что-то хрен держа имен держа имену уже очень херово обо мне думать начинает и это надо за этим надо очень сильно следить ух ты ежень что-то захватил карчин захватил с с програницах знаете лучше все таки стабилити повысить с мином лучше не ссориться это я вам точно говорю потому что эти засранцы захотят меня за вас салить либо войной либо так но захотят обязательно это будет огромная проблема для меня вообще в идеале мы можем подружиться еще с кем-нибудь отсюда с давье там или вот или вот с этими чуваками они тоже я думаю приличной силы или вот вот эти парни нужен кто-то у кого граница с мином в общем кроме уйротов этот это для нас как это это и как и и и и и Моньян опять начал за саганец расширяться кому-то войну обвел Бенгалия костюнизм что-то я не помню Все, с державой корчен максимально улучшены отношения, но они за саганцы на связи не идут Ладно Так, как там у Цанг поживает? Если мы ему войну объявим Нет, все так же Хорошо, давайте тогда так Надо подружиться с кем-то отсюда еще Дополнительно Я думаю, самый вкусный вариант это вот эти парни Да Сейчас улучшением отношений додавим только Неисполнение указов Опять админку предстереть Несусь пока не согласна Да А тут Харкор, конечно, будет очень серьезный Если Мы не найдем второго друга Потому что Мин Уже сейчас у них там армия Такая же, как у Австрии была В начале партии За Австрию Поэтому Стоит Попытаться Подружиться с кем-нибудь О, саде Захватывает кого-то О, саде Так Началось регенство Ну, в принципе Это все очень логично 13 лет Назовет регенство Стабилицию только повысит Хотя Смысл Никаких беспорядков Пока не будет Можно подкопить Деньгу Плюс Плюс Вот еще Чего Этим чувакам Можно уже Союз Кидать Да, нехилая Армия Для начала Улан Санга Теперь отправляем Подарок Вот этим вот Чудикам Все Теперь А, так Где ты тут Сарегиегор? Ты теперь Мой вассал Поздравляю Вот тут Мне Улан Санг Предлагает Генетический бар Много Связей Ну, понятно Через 10 лет Аниксир Сарегиегор Все будет Окей Давьет Улан Санг Так Вот Так что Надо Надо теперь Просто ждать Ждать И на Уцанг Мы нападем В той партии Которую я Из интереса Начал посмотреть Что да как Знаете Что было Уцанг Схавали На него Бенгалия Напала С Непалом Вместе В союзе И схавали Все Кроме Нинчи И ухасы И мы Напали Все захавали И сделали Тибет Вот То же самое Было бы круто Если бы Сейчас случилось Как раз У меня Регенс То же было Так что Было бы Неплохо Повторить Еще Надо бы Посмотреть Вот Кто На вассалитет Согласился бы Еще Интересно Вот эти Вот согласятся Только Когда я Съем Вот это Все Я помню Вот еще Скангровый Помню Тоже было Ну А вот эти Чуваки Корадел Нет Нифига Мин Ему тоже Дал Преупреждение Так что Очень интересно Будет Все тут А у меня Союз В принципе Неплохой Есть Теперь Поэтому Нормально С этими Засранцами Правда Не будет Союз Пофиг Надо Надо будет С тем Громандным Государством Попробовать Подружиться Которое После Вот этих Вот Внутренних Войн У них Образуется Пока Давай Наверное Улучшать Отношения С С Эротами И Вот этими Максимально И Задание Выполним Если Есть Что Нибудь Интересное А Присоединится Реги Гор Вернуть Стабильность Престиж Увеличится Повыть Престиж Стабильность Увеличится И Престиж Увеличится 5 25 Админки Давайте Я С Реги Гор Выберу Через 10 лет Мало Присоединим Задание Надеюсь Это не Отменится По поводу Стабильности Видите Никого Нет Пока Поэтому Можно Ничего И не Повышать Дан Майн Важны Техи Очень Важны Техи Уууу Мин Объявил Войну Магулистану Слушайте Магулистан А у Магулистана И союзников Нет Интересно Слушайте У меня В партии Была В той Которую Я прогонял Я прогнал По моему До 500 Года Там Случилась Одна Такая Хрень Что У Уиротов Война С Магулистаном Получилось Магулистан Стал Хвассалом Это Вообще Круто Было Тут Вот Такая Херня Может Случиться Что Мин Завассалит Магулистан Это Будет Плохо Крайне Плохо Там Там Ты Магулистан Магулистан Ты Магулистан Так Так, давайте-ка, не секундочку. Эй. Ой, я там кину брак. И теперь вот этим. Снова отношения улучшать. Ну, этот Туцанг меня бесит, конечно. Взял с Маньяном подружусь сразу. Засанец. 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 Все, с Лан Сангом мы полностью отношение улучшили. Вот зазранец, Мин. Там какую-то пробку хотел нас отжечь. Умер чувак из цели Гьюгора, надо помочь тут претендентов загасить. Сейчас только финансирование верну. Максимально улучшенные отношения с Суэротами. Ом, поиграли. Интересно как. Лузеры. 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 Все, сейчас загасим. Помогли воссаум претендентов положить. Видите, какие уми на рате тут ходят. Давай мягко интелизм, сделаем нафиг этого купца. Айф, на инстаграме. Армии пока уберу. Мин, конечно, это вообще имба конкретно. Тут пипец с ним уживаться. Пипец с ним уживаться. Пипец с ним уживаться. Так. Чё, сколько там ещё? Погоняй. Делать пока особенно нечего. Погоняй. 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 Phil peur. Погоняй. 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 Делать пока особенно нечего. Просто ждать, когда техе будет. все равно единство ничего больше нет такого маньян еще кого-то загасить захотел качар какой-то еще он разожрется можно будет в корицу 5 лет осталось 7 аннексируем среди гор выполнить порядок все могу ли стан мирует из династии мин но его по ходу так покушали нечего Напряженность на границе Уксанг получит претензию на гейт Ну в принципе правильно Они могут напасть на нас Это даже выгода какая-то у меня будет Если они нападут Моньян тут охренел конкретно Ну-ка Кролицу можно образовать против него? Очень странно, что у него нет штрафа За агрессивное расширение Минус 30 У него минус 1 всего Херей Он там столько мину вообще сожрал Наверное на штуке 3 И нихера ему Опять неисполнение указов Что-то тут что Один ивент всего Получается Раз в 100 лет Лансанг просит помощи против Аютии И Легора Легор это где? А вот Понятно Ну поможем Ланна и Негу Еще тут воюют Вот Ланна А Негу Это кто? А вот Пегу Так, и с Древе там что-ли воюем? Ничего себе Да Попал я С дружками своими Жопа какая-то будет Чуть Тут творится Их слишком много Даже если от своих пришлю Семного слишком много Семного слишком много А Первые тихи Стоять Первые тихи Я сказал Земляной вал Чувствую я что Загасит их Всех Аютии от меня попросит только Разорвать договор с Лансангом И заплатить репарации Понятно Ну и если Что Можно будет таки сделать Потом Племенная выражда Племенная выражда Не, ну тут переменно успех Слушайте Вон Уже 11-11 А нет Тут Приперлись Я их загас Сейчас Новые тихи Встречу Админский Наверное Средневековая Администрация Моньян Между тем Нас Сам Напал Короче Все как у меня Там было Моньян Засранец Всех загасить Попытается Шуйский Националист Бегают Тут Лансанг Уже Атаковал Кусочек Каюти Не Они побеждают В принципе Пока Пока Все очень Неплохо Идет У них Можно Строить Ранью Краку Какая прелесть Какая прелесть О У меня уже Восстание Какие-то Возможно Интересно И кто же Это у меня Восставать Собирается Надо хоть Посмотрю Из интереса Кто может Восстать Когда Никого Нету Улучшение отношений Он Ям Буддиста Оказывается Любопытно Лучше Укопить Границы Восстание 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 Все Аюте Потихонечку Начинает Сливаться Я вижу Гугемый Гугемый Верный Союзник Хочет Чтоб Мы Повоевали С Маньяном Слушайте Вы Охерели Извините Гуляйте Восстание Я Лучше Престиж Потеряю Чем Такой Херней Бумается Какой-то Мино Объявил Войну Цангу Маньяна Не два Человека Я помню Там Раки Нехилые У них Ходили Война Требут Жалования Фак Е Пока Со Стабилити Можно Не заморачиваться Особенно Все Мой Новый Правитель Стал Править У Аюти Уже Низкое Желание Воевать Можно Белый Мир Дать Даже Да Белый Мир Слушайте Тут Нация В мини Нехилые Такие Ходят А на Уцанг Можно Принцип Пробовать Напасть А Стабильность Аббрится Поднимать Из-за Санцы Сказали Что Стабильники Минус 3 Это Это Нехорошо Окей А никто И не поможет Слушать Но Союзник Только Маньян Ладно Ладно Я рискну Только Мне Вот это Надо Ой Какое содержание Флота Упорус Что Вот 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 Так Слыш Все Мы тут уже поигрываем, несмотря на то, что я вроде ничего не делал. Ну, слушайте, нехило так на мин тут напали, верно? И ойраты даже напали. Слушайте, как это прелесть просто сейчас происходит. Они сейчас раздробятся. Лолойские националисты, шунские. Всякая срань сейчас вырастет, можно будет в сторону мира расшириться, слушайте. Реально. Это круто. В прошлый раз у меня такого не случилось. Ну как не случилось, там появился какой-то Ся или Сю. Какой-то такой. Но не более того. Мин, между тем, все равно тут вся плохая хрень пытается сделать. Мы у эго там, если что, поможем. Тут надо будет с хитражопить и какую-нибудь претензию сделать. Все, не емче мы взяли. Все, не емче мы взяли. Тут Мон и Яну, если мы мне предложим сепаратный, это будет просто прелестью. Города требуют восстановления старых прав. Стабильность верно. Чуть много херни всякой со стабильностью творится. Ни одного нормального ревента еще не было. Ну, кроме там инфляции и больших очков. Ну, как больших, 50 очков, блин. Огромнейшее, конечно, количество. А вот это вот. Вот так были. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Мин сообщает о событии... Гражданская война. А тут уже... Уродился дзинь какой-то. Слушай. Интересно. Сейчас еще шунь какой-нибудь вырастет. Будет прелесть просто. Бутан. Отжался. Держава Шу объявила Кам своим соперником. А. Вот он. Шу. Шу-шу-шу. Какая срань, говорю, уродилась тут. Точнее, уродится. Но, с другой стороны, я очень рад. Имбового мина сейчас хоть не будет. Моньяну бы мир предложить. Засранцу. Как-то не горю я желанием воевать с ним. Эти-ка уже не хотят засранься. Это все плохо. Шу-шу-шу. Держава Лу-лу. Мяу. О, вы посмотрите, сколько сраней всякой уродилось тут. Лу-ло, дали. Короче, китайская срань всякая уродилась тут. Это Уцанг теперь? Придется еще и туда пиздавать. Уж простите за выражение, но придется. Но, с другой стороны, это китайская срань всякая. Она мне поможет в будущем обязательно. А сам вон Маньян гасит. Аракан пусть прохода войск. Ну, Маньян, я тебя как-то не хочу кушать. Мне скушать только вот Уцанг надо. Все окей будет. Что-то уэра-ты обо мне как-то невысоко думать станет. Стоять. Нет, дорогой мой Уцанг. Мы сейчас с тобой по-другому разберемся. Слушайте, там 8 штукарей сейчас на нас топают. Надо с этим сраным Маньяном разобраться как-то. Вот так. Спасибо. 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 Ну-ка, Уцанг. Что-то мне... Нужен Маньянг. Не, я буду пытаться до последнего выливать. Я могу, в принципе, быстренько наемничков сформировать ненадолго, чтобы этих засранцев положить. Кеносцы. Вот. Пара тысяч. Правда, придется займ, а потом байк. Да, с экономиками не стоили монетки теперь. Да. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пари. Так, ну пока, пока, хотя бы штаб к боевому духу не хилый такой, подожду. Сроки перемирия истекли. О, слушайте, ой, атака гужу идут. Пойдем, надоем это, а за санцем. Выиграли сражение за маркам. Не придется заимбать, это вот плохо. Если бы этот цыганый маньян сдался, я бы, конечно, этого не сделал. Да, взяли мы заем в размере четырех монеток. Вот эта хрень у меня к гужу пока не хочет идти. Опять заем взяли. А мы у маньяна, может, бабло возьмем сейчас. Если получится ненормальный, предложите. Слушайте, у маньяна уже желание воевать-то среднее становится. Это отлично. Потому что я уже до хрена займа в размере четыре монетки набрал. Тойгаты не могут пойти, наверное. Маньяна. Ну как не могут, они за санцы не хотят идти. Слушайте. Вот и не идут. Маньян не сдается. Сейчас. Давай. Давай, давай, давай. Много займов, конечно, набрали. Ух, дали сколько всего я съел. Зацаранец. Ну, маньян уже сдавайся. Хорош. Вот, дукаты просят. Департация не согласен. Четырнадцать дукат, чтоб я вернул себе. Денежки. Так. И вот еще что. Сюда теперь дойдем. Нормально. Будем терять по 75 копеек всего лишь. Стой давай. Дугачок. Максимум еще один займ возьмем. Я надеюсь, что это уже не понадобится. Дальше. 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 Подожди минутку. Стой. Чуть-чуть Старс. Давай. Хлёпок. Давай. 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 Хлёпок. Сейчас дослаждаем С крестьянами разберемся Опа, тихие Военные Просто прекрасно Все Великолепно Мы съедаем весь Уцанг Будет некоторый штраф Ко мнению, но не страшно 200 дипачков Так, и в экономике Вот это вот я Ой Вот это вот я убираю пока Проводим национализации Как обычно И сказочке будет конец Логический Точнее кам Мы с вами объединим Получается А, инфляцию Плюс аннексия у вас с Саваса и Диагор Можно начинать Лук Лук Что к отношению Так, и на пару сек Еще разок Надо подтянуть Содержание армии Поиграл Ну вот Саваса, помоги Все, спасибо Теперь будем в плюсе Некоторое время Тут сейчас Бутанские националисты Отсоединятся Просто Прелестно Так, извиняюсь Извиняюсь Пожалуйста Тут Отвлекли Немножечко Так Достали меня отвлекательнее Что когда я постоянно Видео снимаю Ладно Теперь Значит Национализация Стабильность Все вроде Продолжаем Штраф Из-за Нарушения Конечно Будет Но у нас тут Помнится Слушай Гейме Претензии У Хаса Все Уцанг Да Сейчас мы Короче Это Национализации Проведем Быстро Все Окей Будет Надо Займы Начать Выплачивать Сколько У меня Займов 14 На 56 Монет Давай Подожду 56 Монет Сразу Уже Почер Целиком Всю Сумму Уцанг Ценгские Националисты Камские Крестьяне Могут Тут Со мной Что-то Не поделить А вот Подбежатся Дата Рупорта Займа А Продикай 72 Следующий Займ Отлично Да Выплатим Выплатим Вон там Еще чувак Целых 13 копеек Выдал 56 конечно не получу Но И ладно Так Сейчас Можно уже Сейчас Кстати Начать Займы Выплачивать Мне Останется Еще 12 Займов Оплатить ЮНБ Сейчас Какой-нибудь На монетке Держава Ву Напала На державу Мин Ребятки Вы тут Посмотрите Как интересно В общем Всякая Срань Китайская Тут Угодилась И Мину Походу Будет Жопа Сейчас Ясно Ясно Понятно Вон тут Без Порядки Цангские Националисты Сейчас Могут Понападать Надеюсь Этого Не случится Тут Немножечко До конца Национализация Осталась И Все Будет В принципе Эпизод Закончен Все 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 Национализовали Первая Янбаря Можно Кстати Крестить Кого-то Сангцу Это Бабки Миссионеру Платить Не знаю Даже Стоит Или Нет Так Ну Заем Я выплачу У У У У У У У У Ладно И Давайте Пока я Займы Не выплатил Крестить Не Буду А Вот Идею Создать Тибетскую Нацию Та Дам Все Я теперь Тибет Поздравляю Базовый Налог Увеличился И ТД И ТП У РТ Обо мне 200 Передумают Вот эти Чуваки 138 Надо Будут Улучшать С ними Отношения И Вот Еще Чего На Саги Киогур И Гуге У Меня Есть Теперь Претензии Саги Киогур Я Сейчас Разберусь Гуге Придется Загасить Я думаю Полным Присоединением На Непал Нападать Не Стану Смысла Пока Нет Не Сыр Кангра Я Сам Пока Будем Займ ММА Возвращать Ну и Все На этом Закончим Надеюсь Вам понравилось Оставляйте Комментарии Подписывайтесь На канал Ставьте Выпуск Ставьте Пальцы Вверх